Есть четкие определения стационарной торговой точки. Во-первых, все коммуникации должны быть официально подведены и оформлены в соответствии с законом. Во-вторых, просто купить ларек, поставить его на землю и торговать не получится. Этот мини-магазин должен стоять на капитальном фундаменте. Если же условия не выполняются, лавку признают незаконной и увезут на своеобразную штрафную площадку. Откуда собственник ларька может его забрать, но уже с условиями. В случае, если в течение двух месяцев после хранения собственник не находится, павильон утилизируется. Если же собственник находится, тогда он обязан погасить ущерб бюджету, который соизмерим в сумме стоимости вывоза, оплачивает штраф за незаконную свою деятельность и подрядчик ему возвращает этот павильон. К слову, большинство собственников свои ларьки забирают и, как ни странно, ставят их обратно и опять получают штраф. А еще среди владельцев торговых точек есть хитрецы. Они делают имитацию фундамента вокруг павильона и заявляют на этом основании, что место торговли у них стационарное. Такие хитрости, конечно, почти никогда не проходят. Так, в 2020 году властями выявлено 670 подобных объектов. Где-то собственники прислушивались и приводили объекты в порядок. Где-то торговые точки все же уезжали на штрафстоянку. К примеру, этим двум павильонам, скорее всего, придется провести новогодние праздники на специальной базе среди родственников ларьков.